Две стороны треугольника, угол между которыми равен 60 градусов, относится как 5 к 8, а третья сторона равна 21 сантиметр. Найдите неизвестные стороны треугольника. Для начала сделаем рисунок, запишем данное. Угол ВАЦ равен 60 градусов. ВЦ равно 21 сантиметр. АВ так относится к АЦ, как 5 к 8. Найти стороны АВ и АЦ. АВ неизвестны, АЦ неизвестны. Для решения данной задачи нам необходима теорема косинусов. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, минус удвоенное произведение тех сторон на косинус угла между ними. Теорему косинусов необходимо знать. Воспользуемся условием. Соотношение АВ на АЦ равно 5 к 8. Чаще всего, когда мы видим такое соотношение, лучше всего для упрощения решения вести переменную. Пусть сторона АВ равна 5х. Тогда АЦ равняется 8х. Рассмотрим треугольник АВЦ и напишем теорему косинусов. Для угла А. Тогда у нас получается ВЦ квадрат будет равняться АВ квадрат плюс АЦ квадрат, минус удвоенное произведение этих сторон, 2 умноженное на АВ, умноженное на АЦ и умноженное на косинус угла между ними, на косинус 60 градусов, на косинус угла А. Преопрозуем, подставим сюда наше обозначение. ВЦ по условию равняется 21 см, получается 21 квадрат. Все это равняется АВ это 5х, 5х и все это в квадрате. АЦ 8х, 8х в квадрате. Минус 2 умножить на АВ, это 5х. АЦ 8х. И на косинус угла А. Угол А равен 60 градусов, то есть косинус 60 градусов. Преопрозуем далее. Получается 21 в квадрате это 441. Все это равняется 25х квадрат плюс 64х квадрат, минус 2 умноженное на 40х квадрат. Мы перемножили 5 и 8. А двойку мы оставили, так как косинус 60 градусов это 1 вторая. Тем самым мы сократим наши двойки. Преопрозуем далее. Получается 441 равняется 25х квадрат плюс 64х квадрат будет 89х квадрат. А от оставшегося произведения у нас остается минус 40х квадрат. Преопрозуем. Тогда у нас получается 441 равняется 49х квадрат. Разделим полученное выражение на 49. Тогда у нас получается, что х квадрат будет равняться 9. Откуда у нас получается, что х равняется 3 сантиметра и х равняется минус 3. Минус 3 нам не подходит, так как длина отрезка не может быть отрицательной. Найдем длину стороны АВ. Сторона АВ равна 5х, то есть 5 умножить на 3. Посчитав, получаем 15 сантиметров. Длина стороны АС равна 8х, то есть 8 умножить на 3. Посчитав, получаем 24 сантиметра. Запишем ответ. Сторона АВ равна 15 сантиметрам. Сторона АС равна 24 сантиметрам. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.